Всем привет, с вами Артем, вы на моем канале и в этом видео я покажу как своими руками установить котел в бане. Покажу весь процесс. От установки котла, возведения перегородки, сделаю отделку вокруг котла и выведу наверх дымоход. Все в одном видео, постараюсь максимально коротко, понятно и покажу конкретно как я делаю это себе. Я построил быстровозводимую баню, которая состоит из простого и бюджетного каркаса, к которому изнутри прикрутил пир утеплитель, а снаружи прибил ОСБ и закрыл его гибкой фасадной черепицей. По многочисленным просьбам покажу весь процесс установки банной печи и дымохода. Не принципиально какую современную печь вы устанавливаете, смысл везде одинаковый, вы можете купить печь любую, какая вам нравится, ну и конечно же по бюджету. Сначала нужно определиться, где будет стоять печь и куда будет выходить топка. В моем случае топка у меня выходит в предбанник, соответственно сначала нужно четко отмерить границы перегородки. На полу отчертил место, где примерно будет стоять печь, чтобы сделать под нее подиум. Независимо от того, бетонный пол или деревянный, подиум делать нужно. Подиум буду выкладывать из белого силикатного кирпича. В качестве раствора для кладки использую плиточный клей. Можно было, конечно, и цементный раствор замешать, но я хотел выработать плиточный клей, который у меня уже очень давно стоял. И вот таким несложным способом из кирпича выкладываю небольшой подиум. После этого сверху клею плитку. На следующий день, когда раствор подсох, можно возводить перегородку. Устанавливаю лазерный уровень. Он у меня показывает ровную линию на 360 градусов. Это очень удобно. И по этой линии маркером ставлю метки. Теперь из деревянной доски 50 на 100 миллиметров нужно сделать каркас перегородки. На деревянные бруски с помощью степлера креплю базальтовый картон. Лишнее заподлицо обрезаю малярным ножом. Базальтовый картон – это огнеупорный материал. Затем из огнеупорной плиты вырезаю полоски на ширину бруска. Это плита из стекломагнезита. Материал не горит при температуре до 1200 градусов. Вместо ее можно было использовать фиброцементную плиту, но они стоят практически одинаково. Плита с одной стороны гладкая, с другой шероховатая. Гладкой поверхностью прикладываю к базальтовому картону и саморезами прикручиваю эту полоску. Возможно, я слишком заморочился. Например, продавец на рынке, который продает все для бань, сказал, что это делать не нужно. Можно было сразу класть кирпич к дереву. Но однажды я увидел ролик на ютубе, где автор делал именно так. Мне очень понравилось такое решение. Хуже от этого точно не будет. А как считаете вы, напишите в комментариях. Вот таким образом я защитил дерево. Лишних вложений здесь немного, зато теперь я буду точно париться и спать спокойно. Расстояние от топки до угла у меня составило 40 сантиметров. По возможности лучше сделать больше. Для кладки кирпичной перегородки буду использовать глинопесчаную смесь. Но на мешок я все равно добавил 2 кельмы цемента, чтобы раствор быстрее набрал прочность. Для перегородки купил обычный красный печной кирпич. Часть простого прямоугольного, а по краям буду укладывать кирпич с закруглением. Он стоит чуть-чуть дороже. Сразу скажу, что я очень не люблю класть кирпичную кладку. Тут конечно нет ничего сложного, но чтобы кирпич положить красиво, а не вот так, нужно конечно постараться. Благо здесь очень маленький объем, поэтому действительно нет ничего сложного. Задачу думаю оселит каждая. Для того, чтобы получить максимально качественную и прочную кладку, каждый кирпич перед укладкой я полностью погружаю в ведро с водой на несколько минут, чтобы он хорошо впитал воду. Для этого использую большое 20-литровое ведро. Если красный кирпич не смачивать в воде, он вытянет воду из раствора и нормально не приклеится. Резать кирпич можно болгаркой с алмазным диском. Но лично я использую для этих целей свой любимый, самый лютый инструмент. Бензорез Redwerk. Кирпич бетонной стены он режет как хлебушек. Довольно часто использую его в хозяйстве. А кому интересно, ссылочкой на этого зверя поделюсь в описании. Друзья, порой на своем участке без такой техники как мотоблок тяжело обойтись. И сегодня ко мне приехала классная и недорогая модель мотоблока от Denzel. Двигатель в мотоблоке 212 кубических сантиметров и мощностью 7 лошадиных сил. Благодаря усиленному шестеренчато-цепному редуктору с чугунным корпусом техника отлично справится даже с плотным глинистым грунтом. Лично мне эта модель нравится тем, что имеет небольшой вес, всего 72 килограмма. Поэтому для вспашки небольших участков я предпочитаю мотоблоки полегче. Да и такую технику легко можно загрузить в багажник универсала и съездить вспахать землю тещи. Максимальная ширина обработки составляет 1 метр. А с большими 10-дюймовыми колесами, которые идут в комплекте, этот малыш может без проблем буксировать прицеп. Который я, кстати, тоже заказал на сайте Denzel. Прицеп грузоподъемностью 500 килограмм с оцинкованным кузовом и регулируемой сцепкой. Задний борт кузова снимается, а самое главное он самосвального типа. Теперь мне не приходится делать двойную работу, чтобы выгрузить землю или песок из кузова. Это очень крутая опция. А габариты упаковки в разобранном состоянии всего 1,22х57 см, поэтому прицеп можно легко поместить в багажник легкового автомобиля. На сайте Denzel можно найти мотоблоки и навесное оборудование к ним для любых задач. А по промокоду GOODMASTER10 вы получите скидку в 10% на любую продукцию Denzel. Ссылку оставлю в описании. Для того, чтобы швы в моей кладке были одинаковые, кирпич кладу под арматуру 6 мм. Вот в этот зазор между корпусом топки и кирпичом, когда кирпич высохнет, я запихаю коалиновую вату. Она выдерживает температуру до 1150 градусов. Декоративные боковушки тоже делаю с перевязкой. По краям каждого второго ряда вкручиваю по два длинных самореза, чтобы дополнительно связать кирпич с каркасом перегородки. Это коалиновая вата, продается в форме небольшого одеяла. Ее укладываю наверх топки в два слоя, заподлицо кирпичу. По бокам и снизу, как и говорил, запихаю после того, как раствор высохнет. ПО бокам и снизу. Продолжение следует... Продолжение следует... В итоге кирпичную кладку я сделал на 40 сантиметров выше банной печи. А наверх кирпичной кладки установлю деревянный брусок, на который я также закрепил сначала базальтовый картон, а потом полоску огнеупорной плиты. Весь этот пирог положил на раствор и зафиксировал по краям уголками. Для перегородки использую пир-утеплитель, из которого у меня сделаны стены в бане, только здесь я его буду крепить не сверху бруска, а вовнутрь. Угол, в котором стоит у меня котел, я буду отделывать негорючим материалом. Для этого купил вот такие вот листы. Но на них с обратной стороны нанесен рисунок. Он не боится влаги и это не горючий материал. Поэтому первым делом закреплю его. Покупал я этот материал на сайте Везувий. Там разные есть рисунки и разных размеров. В общем, стоит недорого на самом деле. Не дороже, скажу честно, чем моя вагонка. Поэтому, конечно, лучше отделать ими. Смотрится, в принципе, очень красиво. Эти листы буду крепить с помощью маленького нейлера. Гвозди у меня заряжены 45 миллиметров. Здесь, конечно, все понятно с креплением фоспан плиты к обрешетке. А вот на эту стену плиты решил наклеить на огнеупорную пену. В первую очередь, чтобы получить ровную плоскость. А уже когда пена высохнет, дополнительно каждый лист зафиксирую на 4 металлических дюбеля. Теперь подошло дело к дымоходу. И для того, чтобы вывести дымоход через потолок, я использую вот такой элемент для потолочно-проходного узла. Одна сторона упирается в стену, поэтому я ее обрезаю. Прикладываю конструкцию к потолку, черчу линии и вырезаю отверстия в утеплителе и в полу чердака. После этого я уже полностью зашиваю потолок вагонкой, устанавливаю потолочно-проходной узел и сверху прибиваю его к тому, к чему можно прибить. Теперь устанавливаю на печь бак для воды на 80 литров. Сверху бака устанавливается задвижка. После задвижки идет переход на сэндвич-трубу. С помощью лазерного уровня примеряю, где в крыше сделать отверстие под трубу. Ну вот, с помощью лобзика, болгарки, вот такое вот получилось отверстие. В целом, вроде бы как нормально оно заходит. Сейчас будем пробовать. Труба вылезла, получились вообще минимальные зазоры, но чтобы вода не затекала между крышей и трубой, я буду использовать вот такую вот штучку, называется мастер-флэш. Есть, конечно, и другие решения, но вот это решение самое такое бюджетное. То есть, это вот ерунда стоит недорого. По сути, это алюминиевая такая вот пластина мягкая и вот такая вот резинка. То есть, она облегает полностью трубу и не дает попадать осадкам под крышу. Сейчас покажу, как я ее буду устанавливать. Значит, для этого заранее купил вот такие вот кровельные саморезы. Она будет ими фиксироваться. Буду использовать мастику. Ну и плюс вот эта вот штукенция, она подкладывается под лепестки гибкой кровли. Использую специальную кровельную мастику. Наношу ее шпателем, тонким слоем под сдир. Обратите внимание, верх мастер-флэша я засунул под лепестки гибкой черепицы. Теперь с шагом в 10 сантиметров по краям вкручиваю шурупы. Так, ставлю еще пол. Ну и все, последнее, что я одеваю, это деплестор. Труба стоит идеально ровно, а сдалека выглядит вообще красиво. Никаких косяков и нюансов незаметно. Не, ну в целом и так было все классно поставлено. Ну, я думал, если честно, потом сверху обыграть еще вот этой плиточкой. Она у меня осталась. Я видел, люди так делают. То есть сверху вот этого мастер-флэша еще приклеивают гибкую черепицу. Ну, я смотрю, меня вообще ни капельки не смущает. Оно практически в цвет смотрится нормально. Поэтому так и оставлю. Так, чтобы трубу в этом отверстии тоже как-то зафиксировать, и она на всякий случай не гуляла, я ее вот так вот досочками подопру. Вот таким вот колхозным способом я закрепил трубу. Все довольно жестко, нигде ничего не болтается. Но, например, если бы у меня была длинная труба, или у кого-то она будет гораздо выше, то можно, например, вот стропил какую-то еще отвязку сделать, чтобы ее укрепить в этом месте. То есть, например, я бы той же лентой, например, какой-то полосой металлической, сделал кольцо и к стропилам. И она как раз держалась. Но я смотрю, я хотел сделать, но она довольно жестко стоит. Поэтому, наверное, пока ничего делать не буду. Так и оставлю. Так, и последнее, что нужно сделать, это заснуть в этот вот квадратик, в эту нишу базальтовую вату. Я купил для этого дела. Можно минеральную вату какую-нибудь, но она недорого стоит, поэтому не вижу проблем. Музыка. 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 Котел установлен. Осталось засыпать сюда камушки, и можно уже париться, потому что у меня в целом и отделка всей парной уже готова. Нужно делать полки, какие-то нюансы тут по отделке, и я уже закончил с парной. Постарался в одном видео показать максимально коротко, как я, лично я, ставлю котел. Не знаю, правильно это или неправильно. Если где-то какие-то ошибки есть, конечно же, пишите комментарии. Мне кажется, что, может быть, что-то есть, конечно, лишнее, что я делал, потому что, когда я покупал некоторые вещи на рынке, да, там, спорил с продавцом, то, что не надо, например, тот же базальтовый картон между кладкой и этим деревом. Ну, я как захотел. По крайней мере, здесь по пожаробезопасности, мне кажется, все четко. Единственное, что вот эти вот панели декоративные, выглядят они, конечно, очень круто, но мне кажется, они от пены отвалятся, потому что у меня вот здесь уже одна панелька начинает почему-то дышать. Поэтому эти панели, вот как они есть, я куплю специальные металлические дюбеля, засверлюсь, наверное, по 4 дюбеля на каждую плиту и просто закреплю их еще дюбелями. И тогда они уже точно будут стоять на месте и не отвалятся в один неловкий момент. А на этом, друзья, у меня все. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. С вами был Артем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok